О том, что в воскресенье 10 октября юбилейный 40-й международный полумарафон Биробиджан Волгейм памяти Пеллера всё-таки состоится, сообщили сегодня слушателям Авторадио президент Федерации Лёхоатлетики ИАО Сергей Чалый и представитель администрации Биробиджанского района Фома Суходольский. Из-за пандемии сомнения насчёт проведения в этом году важного для имиджа региона спортивного события сохранялись до последнего момента. И вот организаторы, Департамент по физкультуре и спорту правительства области, Заксобрание ИАО, Администрация Биробиджанского района, Центр спортивной подготовки и Федерация Лёхоатлетики решили, что полумарафона 2021 быть. К нам приедут люди со всего Дальнего Востока, они звонили, тоже переживали, будет, не будет соревнования. Ну вот, наконец-то мы пришли. Завтра последний день регистрации, который будет проходить на улице советское для катетического манежа. Жители ИАО, желающих принять участие в забеге, просят на регистрацию явиться очно. Ну а иногородние бегуны уже сейчас могут дистанционно регистрироваться на сайте. В день проведения регистрации не будет, чтобы не томить бегунов на старте. Администрация Биробиджанского муниципального района, как главная принимающая сторона, заявляет о своей полной готовности к проведению забега, но торжества из-за ковида всё же, конечно, придётся сдержать. Всё согласовано и с ГИБДД, и с железнодорожными, и также скорая помощь, экипаж подготовлен. Ну, как бы с организационной стороны у нас всё готово. Минимальный парад мы, конечно, проведём, он будет проходить на площади, которая находится на ЦДТ со стороны парка. Построим спортсменов, конечно, дадим напутствующие слова и на старт, как говорится. Старт будет дан в 13 часов от гостиницы Бера. Юные легкоатлеты на своих 5- и 10-километровых дистанциях побегут до микрорайона Бумагина, ну а взрослые полумарафонцы в известном направлении на Волтгейм. Кроме грамот и медалей, победители ждут денежные призы. И впервые за всю историю проведения финансовое вознаграждение также получат рекордсмены полумарафона и выполнившие на нём норматив мастера спорта. Ну а в эфире доброго слова, которое дорогого стоит, заслужила областная ГИБДД за работу по обеспечению безопасности движения во время подобных соревнований. Я считаю, что эта работа одна из лучших на Дальнем Востоке наших сотрудников ГИБДД. Потому что я присутствую везде на соревнованиях длинных. И я знаю, что там есть проблемы намного больше, чем у нас. Гости студии также выразили надежду на понимание со стороны автомобилистов, вспомнили историю о том, как в 1981 году. Известный в городе и области спортивный организатор и тренер Виктор Сизов впервые придумал и провёл этот полумарафон. Напомнили молодёжи и гостям города о том, кто такой Пеллер, как он воевал и руководил волгеймским колхозом. Все эти подробности на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин. Новости 21.